Здравствуйте! Лекция 2. Общие принципы построения компьютерных сетей, классификация компьютерных сетей. План. Первый принцип построения сетевого программного обеспечения. Второе. Сетевые службы и сервисы. Третье. Топология физических связей. Исторически главной целью объединения компьютеров в сеть было разделение ресурсов. Пользователи компьютеров, подключенных к сети или приложениям, выполняемые на этих компьютерах, получают возможность автоматического доступа к разнообразным ресурсам остальных компьютеров сетей, в числу которых относятся периферийные устройства, такие как принтеры, плоттеры, сканеры, данные, хранящиеся в оперативной памяти или на внешних запоминающих устройствах, а также вычислительная мощность за счет удаленного запуска своих программ на чужих компьютерах. Компьютеры, входящие в сеть, могут совместно использовать данные, принтеры, фоксимильные аппараты, модемы и другие устройства. Чтобы обеспечить пользователям разных компьютеров возможность совместного использования ресурсов в сети, компьютеры необходимо оснастить некими дополнительными сетевыми средствами. На рисунке 2 и 1 представлена простейшая сеть. Какие дополнительные средства должны быть предусмотрены в обоих компьютерах, чтобы с принтером мог работать не только пользователь компьютера B, которому этот принтер непосредственно подключен, но и пользователь компьютера A. Для связи устройств в них прежде всего должны быть предусмотрены внешние интерфейсы. Разделяет физические и логические интерфейсы. Физический интерфейс, называемый также портом, определяется набором электрических связей и характеристиками сигналов. Обычно он представляет собой разъем с набором контактов, каждый из которых имеет определенное назначение. Например, это может быть группа контактов для передачи данных, контакт с синхронизацией данных и тому подобное. Пара разъемов соединяется кабелем, состоящим из набора проводов, каждый из которых соединяет соответствующие контакты. В таких случаях говорят о создании линии или канала, связи между двумя устройствами. Логический интерфейс, называемый также протоколом. Этот набор информационных сообщений определенного формата, которыми обмениваются два устройства или две программы, а также набор правил, определяющих логику обмена этими сообщениями. На рисунке 2.2 мы видим интерфейсы двух типов компьютер-компьютер и компьютер-периферийное устройство. Интерфейс компьютер-компьютер позволяет двум компьютерам обмениваться информацией. С каждой стороны он реализуется парой. Аппаратным модулем, называемым сетевым адаптером или сетевой интерфейсной картой, а также драйвером сетевой интерфейсной карты специальной программы, управляющей работой сетевой интерфейсной картой. Интерфейс компьютер-периферийного устройства, в данном случае интерфейс компьютер-принтер, позволяет компьютеру управлять работой периферийного устройства. Этот интерфейс реализуется со стороны компьютера интерфейсной карты и драйвером-принтера, подобным сетевой интерфейсной карте и ее драйверу. Сетевые службы и сервисы. Потребность в доступе к удаленному принтеру может возникнуть у пользователей самых разных приложений – текстового редактора, графического редактора. Более эффективным представляется подход, при котором эти функции исключаются из приложений и оформляются в виде пары специализированных программных модулей клиента и сервера печати на рисунке 2 и 3, функции которых ранее выполнялись соответствующим приложениям А и Б. Теперь эта пара клиент-сервер может быть использована любым приложением, выполняемым на компьютере А. Рисунок 2 и 3 совместно используют принтеры в компьютерной сети с помощью сетевой службы печати. Клиент – это модуль, предназначенный для формирования и передачи сообщений и запросов к ресурсам удаленного компьютера от разных приложений с последующим приемом результатов из сети и передачей их соответствующим приложениям. Сервер – это модуль, который постоянно ожидает прихода из сети запросов от клиентов и, приняв запрос, пытается его обслужить, как правило, с участием локальной операционной системы. Один сервер может обслужить запросы сразу нескольких клиентов. Пара клиент-сервер, представляющий доступ к конкретному типу ресурса компьютера через сеть, образует сетевую службу. Файловая служба позволяет получать доступ к файлам, хранящимся на диске других компьютеров. Серверный компонент файловой службы называет файл сервером. Сетевая операционная система Операционную систему компьютера часто определяет как взаимосвязанный набор системных программ, который обеспечивает эффективное управление ресурсами компьютера, памятью, процессором, внешним устройством, а также представляет пользователю удобный интерфейс для работы с аппаратурой компьютера и разработки приложений. Сетевая операционная система называет операционную систему компьютера, которая помимо управления локальными ресурсами предоставляет пользователям и приложениям возможность эффективного и удобного доступа к информационным и аппаратным ресурсам других компьютеров сети. Из примеров, рассмотренных в предыдущих разделах на рисунке 2 и 3, мы видим, что удаленный доступ к сетевым ресурсам обеспечивается сетевыми службами, средствами транспортировки сообщений по сети, в простейшем случае сетевыми интерфейсными картами и их драйверами. Именно эти функциональные модули должны быть добавлены к операционной системе, чтобы она могла называться сетевой. Среди сетевых служб можно выделить такие, которые ориентированы не на простого пользователя, а на администратора. Такие службы направлены на организацию работы сети. Например, централизованная справочная служба, служба каталогов, служба мониторинга сети, позволяющая захватывать и анализировать сетевой трафик, служба безопасности, функция которой может входить в частности в выполнении процедуры логического входа с проверкой пароли, служба резервного копирования и архивирования. Помимо сетевых служб, сетевая операционная система должна включать программные коммуникационные транспортные средства, обеспечивающие совместно с аппаратными коммуникационными средствами передачу сообщений, которыми обмениваются клиентские серверные части сетевых служб. Задачу коммуникации между компьютерами сети решают драйверы и протокольные модули. Они выполняют такие функции, как формирование сообщений, разбиение сообщений на части, пакеты кадры, преобразование имен компьютеров в числовые адреса, определение маршрутов сложной сети. Операционная система, которая преимущественно содержит клиентские части сетевых служб, называют клиентской. Клиентская операционная система устанавливается на компьютеры, обращающиеся с запросами к ресурсам других компьютеров сети. За такими компьютерами, также называемыми клиентскими, работают рядовые пользователи. К другому типу операционных систем относится серверная операционная система. Она ориентирована на обработку запросов из сети к ресурсам своего компьютера и включает в себя в основном серверные части сетевых служб. Компьютер с установленной на нем серверной операционной системой, занимающейся исключительно обслуживанием запросов других компьютеров, называют выделенным сервером сети. Топология физических связей. Объединяя в сеть несколько, больше двух компьютеров, необходимо решить, каким образом соединять их друг с другом. Другими словами, выбрать конфигурацию физических связей или топологию. Под топологией сети понимается конфигурация графа, вершином которого соответствуют конечные узлы сети, например, компьютеры и коммуникационные оборудования, например, маршрутизаторы, а ребрам физические или информационные связи между вершинами. Существенно зависит от характеристики сети. Например, наличие между узлами нескольких путей повышает надежность сети и делает возможным распределение загрузки между отдельными каналами. Простота присоединения новых узлов, свойственная некоторым топологиям, делает сеть легко расширяемой. Экономические соображения часто приводят к выбору топологии, для которых характерна минимальная суммарная длина линии связи. На рисунке 2.4 представлена полносвязанная топология. Полносвязанная топология соответствует сети, в которой каждый компьютер непосредственно связан со всеми остальными. Несмотря на логическую простоту, этот вариант оказывается громоздким и неэффективным. Действительно, в таком случае каждый компьютер в сети должен иметь большое количество коммуникационных портов. Достаточно для связи с каждым из остальных компьютеров в сети. Для каждой пары компьютеров должна быть выделена отдельная физическая линия. Кольцевая топология. В сетях с кольцевой топологией данные передаются по кольцу от одного компьютера к другому. Главным достоинством кольца является то, что оно по своей природе обеспечивает резервирование связей. Кольцо представляет собой очень удобную конфигурацию для организации обратной связи. Данное, сделав полный оборот, возвращается к узлу источнику. Поэтому источник может контролировать процесс доставки данных адресату. В отличие от пассивной топологии шина, здесь каждый компьютер выступает в роли репитера, усиливая сигналы и передавая их следующему компьютеру. Поэтому, если выйти из строя один компьютер, прекращает функционировать вся сеть. Двездообразная топология, представленная на рисунке 2.6, образуется в случае, когда каждый компьютер подключается непосредственно к общему центральному устройству, называемое концентратором. Функция концентратора входит в направление, передаваемое компьютерами информации одному или всем остальным компьютерам сети. В качестве концентратора может выступать как универсальный компьютер, так и специализированное устройство. К недостаткам звездообразной топологии относится более высокая стоимость сетевого оборудования из-за необходимости приобретения специализированного центрального устройства. В сетях с топологией звезда подключение кабеля и управление конфигурацией сети централизованы. Но есть и недостаток, так как все компьютеры подключены к центральной точке, и для больших сетей значительно увеличивается расход кабеля. К тому же, если центральный компонент выйдет из строя, нарушится работа всей сети. А если выйдет из строя только один компьютер или кабель, соединяющий его с концентратором, то лишь этот компьютер не сможет передавать или принимать данные по сети. На остальных компьютерах сети это не повлияет. Иногда имеет смысл строить сеть с использованием нескольких концентраторов, иерархически соединенных между собой звезообразными связями. Получаемого в результате структуру называют иерархической звездой или деревом. В настоящее время дерево является самой распространенной топологией связи как в локальных, так и в глобальных сетях. Особым частным случаем звезды является общая шина. Здесь в качестве центрального элемента выступает пассивный кабель, к которому подключается несколько компьютеров. Передаваемая информация распространяется по кабелю и доступна одновременно всем компьютерам, присоединенным к этому кабелю. Топология шина у нас представлена на рисунке 2.8. В сети с топологией шина компьютеры адресуют данные конкретному компьютеру, передавая их по кабелю в виде электрических сигналов. Данные в виде электрических сигналов передаются всем компьютерам сети, однако информацию принимает только тот, адрес которого соответствует адресу получателю, зашифрованному в этих сигналах. Причем в каждый момент времени только один компьютер может вести передачу. Особенно такой схемой является ее дешевизна и простота присоединения новых узлов к сети, а недостатками низкая надежность. Любой дефект кабеля полностью парализует всю сеть, и невысокая производительность в каждый момент времени только один компьютер может передавать данные по сети, поэтому пропускная способность делится здесь между всеми узлами сети. В то время как небольшие сети, как правило, имеют типовую топологию, звезда, кольцо или общая шина, для крупных сетей характерно наличие произвольных связей между компьютерами. В таких сетях можно выделить отдельные произвольно-связные фрагменты, имеющие типовую топологию, поэтому их называют сетями со смешанной топологией. Список использованной литературы.